МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В год 75-й годовщины Победы три населённых пункта края впервые получили новый статус, напрямую связанный с Великой Отечественной войной. Это населённый пункт воинской доблести для села Ачикулак и рубеж воинской доблести для села Богдановка и хутора Сунжинский. Законопроект о присвоении почётных званий депутаты региональной думы единогласно приняли на февральском заседании. Значимые события, названные в истории войны, огненный рубеж, проходили на востоке Ставрополья. Это линия обороны Ачикулак, Ямангой, Нефтекумского района. Хутор Сунжинский, хутор Нортон и хутор Таросов Сипновского района, Полтавская и хутор Авгабатыр-Дыдымкин Курского района, где с августа 1942 года по январь 1943 года шли тяжелейшие кровопролитные бои. Она так и именуется, эта линия, как огненный рубеж. В братских могилах по линии рубежа захоронены более 30 тысяч наших бойцов. На линии обороны казачьи кавалерийские корпуса, почти не имея поддержки артиллерии, воздушной и тяжелой техники, сумели остановить специально переброшенный на Кавказ немецкий танковый корпус и даже отбросить его назад. Нам представилось среди 11 субъектов Российской Федерации, которые также приняли аналогичные законы, увековечить или отдать, может быть, запозданием, но дань памяти этим территориям, людям, этим героизму и мужеству. Прошу уважаемых коллег поддержать решение Думы по рубежу воинской доблести села Богдановка и Суджинске Степновского района и присвоение силу Ачукулак почетного звания в населенный пункт воинской доблости. В первую очередь мы, конечно же, восстановим историческую справедливость, потому что сегодня на земле Ставрополя захоронено огромное количество наших бойцов, которые отдали свою жизнь. По большому счету мы сегодня все прекрасно понимаем и даем историческую оценку, что именно на этих рубежах начиналось освобождение Кавказа. Только на территории Курского района расположены почти 30 братских воинских захоронений. Большинство лежащих там солдат и офицеров Красной Армии и по сей день числятся пропавшими без вести. Это весомый повод к усиленной работе в установлении их имен. Сегодня большая работа, конечно, будет по поиску имен всех тех, которые сегодня лежат в безымянных могилах. Из этих десятков тысяч только там, ну не сотни, которые там нанесены имена и фамилии. Поэтому это дает такой толчок очень большой работе. Уже с марта месяца заезжают поисковые отряды к нам сюда на Ставрополье, федеральные, которые будут работать на территориях Степновского и Нефтекумского районов. Многие ставропольцы также ждали решения, поддержанного депутатами на заседании. Это альтернативная социальная выплата на приобретение квартир для детей-сирот. Она позволит части категории этих граждан быстрее решить жилищный вопрос. Одобрение краевых депутатов получил закон о жилищных сертификатах для детей-сирот, согласно которому предоставление положенной по закону квартиры можно будет заменить на аналогичную социальную выплату. Однако такая возможность будет не у всех детей, оставшихся без попечения родителей. К обязательным условиям относится выполнение нескольких критериев. Там есть четыре критерия. Это первое, достижение 25 лет. То есть это, ну мы понимаем, человек должен быть самостоятельным. Второе, человек должен социализирован быть. Ну это мы все прекрасно понимаем, что этот человек должен, ну, по крайней мере, не было у него там каких-то преследований, судимости и там еще чего-то. Он должен быть здоровым, нормальным, который сможет реализовать это свое право. В любом случае нужно подтверждение суда. Сегодня эта процедура несложная. Сумму выплаты в документе на покупку квартиры рассчитают, исходя из положенных квадратов и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в регионе. По состоянию на декабрь прошлого года количество таких лиц составляет 143 человека. Считаем, что введение альтернативной формы обеспечения жильем позволит сократить количество сирот, не обеспеченных жилыми помещениями. В текущем году, коллеги напомнив, на эти цели запланировано 800 миллионов рублей, что почти в два раза превышает, например, те средства, которые были в 2016 году. Около 600 миллионов рублей, выделенных краевым бюджетом на покупку квартир для детей-сирот, в прошлом году позволили обзавестись собственным жильем 505 Ставропольцам. Ежегодно финансирование растет, но очередь все равно остается внушительной. На начало года в списке на получение больше 2,5 тысяч человек. Количество детей, ежегодно встающих в очередь, опережает темпы обеспечения жильем выпускников детских домов и интернатов. Тем более, что вопрос покупки жилья в небольших населенных пунктах со скромными объемами строительства затрудняют ограничения. Например, в одном доме детям-сиротам можно выделить не больше четверти квартир. Ставрополь – один из первых регионов в стране, который такую меру принимает. Я знаю сегодня, что только Приморский край уже принял такое решение. Да, над этим работают и другие регионы, но мы одни из первых. Более 147 детей-сирот сегодня могут получить сертификат и не ждать строительства в том или ином населенном пункте квартиры, а уже за сертификат приобретать жилье, минуя очередь. Автомобили. Они заполонили города и стали привычной частью пейзажа не только на дорогах, но и во дворах. Особенно это касается социально важных объектов – больниц, поликлиник, административных зданий. Владельцы стараются приютить свой транспорт на любом свободном месте, будь то проезд, проход или газон. Впрочем, с принятием закона парковка на травке или ином зеленом насаждении теперь может обойтись автовладельцу в круглую сумму. В виде административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 15 до 20 тысяч рублей. Я скажу так, раньше вообще не было такой меры ответственности. Грубо говоря, бардак, который творится сегодня во дворах, на территориях озеленения, ну это невозможно так оставлять. Приобретая автомобиль, каждый из нас должен понимать, все-таки где мы его должны хранить. И невозможно сегодня и детские площадки уже ставят автомобили, и в местах зеленых насаждений ставят. Такие корректировки в краевой закон об административных правонарушениях стали ответом на регулярные обращения к парламентариям со стороны муниципалитетов и жителей края. Этот законопроект, он вышел от потребности самих людей. Было обращение жителей Кавказских минеральных вод, ведь сегодня не только автомобилисты у нас, граждане, еще и пешеходы, еще и ветераны, еще и детки наши, которые обратились, давайте все-таки мы внесем какую-то меру ответственности. Сегодня заниматься этим законом определено все-таки органам местного самоуправления. Но я думаю, эта работа отладится. Мы все-таки цивилизованная страна, цивилизованное общество. Принятые штрафы, по мнению парламентариев, повлияют на хаотичную парковку уличного транспорта в неположенных местах и позволят сохранить городские газоны и ухоженный вид населенных пунктов. У людей должно быть осознание, что этого делать нельзя. Тем более мы сегодня все уделяем огромное внимание созданию комфортных условий для проживания, особенно в дворовых территориях, в парках, скверах, где мы проводим и отдыхаем. Между тем, эти меры не решат наболевшую для краевого центра проблему отсутствия парковочных мест. Тем временем учителя и воспитатели края уже приступили к борьбе за хрустального пеликана и право представлять Ставрополье на Всероссийском педагогическом конкурсе. Лучшие в регионе примут участие в финальном этапе и покажут свое мастерство коллегам со всей страны. Со своей стороны региональные парламентарии одобрили премии победителям краевых этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России-2020» и «Воспитатель года России-2020». Лучшим учителям 530 тысяч рублей, лучшим воспитателям 140 тысяч рублей. Проектам предлагается ряд номинаций, то есть лучший учитель, педагогический дебют, ценные подарки для студентов – это номинация «Шаг в профессию» и также отдельно для «Воспитателей года». К слову, победителей краевых этапов на Ставрополье не случайно поддерживают уже больше 10 лет, прозвучало на заседании. «Самое главное для каждого из нас – это наши дети. И то, кто и как с ними занимается, кто и как учит, начиная с детского сада, это и «Воспитатель года», это и «Учитель года». Во многом зависит от того, как наши детки вырастут, какими умными, грантами. Поэтому внимания этому очень, конечно же, хотелось бы уделять все больше и больше». В заключении председатель комитета Думы края по образованию Артур Насонов предложил обсудить возможность увеличить размеры премий победителям краевого этапа. С тонкостями пенсионной системы краевых депутатов познакомила глава регионального пенсионного ведомства. В этот раз правительственный час был посвящен социальным выплатам и льготам на Ставрополье. В Ставропольском крае проживает почти 760 тысяч пенсионеров. Выплачиваемые им пособия, страховые и социальные пенсии увеличиваются ежегодно. Правда, размер прибавки невелик. В начале прошлого года страховую пенсию проиндексировали на 7,5%. Это плюс 764 рубля к средней сумме выплат. В январе 2020 еще на 6,6%, то есть еще 707 рублей. Таким образом, сейчас средняя страховая пенсия в крае приближается к 14 тысячам рублей. Особая надбавка полагается тем, кто 30 и больше лет трудился на селе. На Ставрополье 29 тысяч таких пенсионеров. Могло быть и больше, но часть тружеников в льготный список не попала. В проведении перерасчета отказано гражданам, работавшим в сельской местности, в должности повар, кух рабочая, работник цеха переработки, бухгалтер, экономист, работник кадровых служб, счетовод, пекарь, так как эти должности не включены в список, дающий право на перерасчет. Без надбавки не должны остаться ни сельский пекарь, ни бухгалтер решили в Краевой Думе. Депутаты собираются вынести этот вопрос на федеральный уровень. В наш комитет были неоднократные обращения представителей вот именно этих профессий. Если коллеги поддержат, то я бы предложил и от Думы выйти с инициативой по внесению изменений в перечень профессий, которые устанавливают надбавки жителям сельской местности, проработавшим более 30 лет. Обсудили на правительственном часе и оформление материнского капитала. Его размер при рождении первого ребенка в 2020-м превышает 466 тысяч рублей. В прошлом году жители края получили больше 186 тысяч сертификатов на сумму свыше 52 миллиардов рублей. Чаще всего средства маткапитала направляли на приобретение жилья. К слову, регион стал одним из участников пилотного проекта. Специалисты прорабатывают механизм определения права на получение сертификата в проактивном режиме. То есть к нам не приходит мамочка, не подает заявление на материнский семейный капитал. Мы определяем право мамочки на сертификат на основании сведений о рождении ребенка, которые поступают к нам из ЗАГСа. Предполагается, что такой проактивный режим выдачи сертификатов на материнский семейный капитал начнет работать уже в апреле после принятия федерального закона. Но каким вопросом будет посвящена новая рабочая неделя в Думе региона расскажем в следующем выпуске. Это была программа «Парламентский вестник». Меня зовут Ирина Ивановская. Встретимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова